по дороге к лендуловской рощи мы решили заехать на берег балтийского моря по пути мы увидели что было очень много рыбаков и все рыбачили морская рыбалка ого значит рыбаки заходили где-то с тех сторон где лед более плотно это тут вообще тоненький очень дальше там дальше уже застывшие вот такой вот ресторанчик здесь на берегу залива стоит и войны и рощи такие леса красиво очень снежок многие останавливаются здесь здесь кстати напротив находится какая-то большая гора с которой все катаются на санках на ледянках ну на картах она называется смерть гора вот такое вот название друзья всем привет сегодня мы приехали погулять по зимнему лесу в лендуловскую рощу это государственный природный заказник который между прочим охраняется юнеско вот так вот находится он в 50 километров от санкт-петербурга обычный лес но вы посмотрите сколько приехала сюда гулять народу мы просто не ожидали что будет столько людей что будет столько автомобилей вот так вот много петербургцев приехала сюда гулять по зимнему лесу но в принципе всем место есть кто-то ставит поближе к входу а кто-то находит место только вдалеке посмотрите здесь на стенде показан маршрут он составляет 5 километров и примерно его можно будет пройти где-то за полтора часа многие берут с собой ледянки санки лыжи я даже видела что у кого-то лежат так что сюда можно видимо приезжать не только чтоб погулять по зимнему лесу но и покататься у самого входа находится очень много беседочек где люди пьют чаек кушать что-нибудь вкусненькое перед походом либо после посмотрите именно здесь находится официальная фарковочка и впереди уже вход смотрите даже можно чай купить кофе и согреться и пирожочки даже в самоварах смотрите как красиво вы спросите а что же здесь такого особенного в этой рощи а дело в том что здесь находятся старейшие в ссср и европе лиственничные насаждения которые были посажены аж в 18 веке на этих информационных табло написано какие здесь произрастают деревья например пихта сибирская пихта белокорая сосна кедровая сибирская сосна румилийская можно остановиться и почитать ознакомиться смотрите здесь даже есть горки накатанные дети катаются так что смело можно с собой брать даже ледянки ватрушки и кататься по преданиям это место было выбрано еще петром первым для того чтобы заготавливать лес для верхи для кораблей в роще есть река рощинка у нее достаточно бурное и стремительное течение а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok За перила Здесь на информационном щите написано, какие звери водятся в заказники. Это и заяц-беляк, и белка, и ласка, и американская норка, и даже кабаны. Представляете? И здесь для вашего удобства даже предоставлены такие схемы, чтобы можно было понять, что это за животное такое здесь бегало. Здесь прям такой вот пятачок, на котором встречаются сразу несколько троп с разных мест. От реки длинный маршрут, сокращенный маршрут и полный маршрут. Стоят лавочки и информационное табло. Получается, это вот налево, это нам было по этому маршруту. Сокращенно как раз к тем местам, где мы... Были уже, да. А хотя нет, мы рядом. Да-да-да, мы здесь были. Прямо пойдем? Прямо пойдем? Все, пойдем. Как вам такой снеговичок? Даже с морковкой. Удивительно, кто-то такого прям очень забавного сделал. Посмотрите, какие интересные картины делают из снега кто-то на деревьях. Это вот белочка. А здесь сделан вот такой вот мешутка. А на соседнем дереве... Кто это у нас тут? Это зайчик. Только какой-то не очень добрый. И сейчас даже прошел снова снег. Мы тем временем все ближе направляемся к выходу. О, видишь, снова тоже на дереве. Это какой-то снеговик, да. Вот и дошли мы до памятника. Вечная память воинам, погибшим в боях. Когда мы только начинали свой маршрут по роще, я вам показала, что здесь можно купить пирожки, чай, кофе. И после прогулки мы тоже решили купить, согреться, перекусить. Потому что до Питера все равно дорога не близко. Да. Как тебе вообще поход? Очень хорошо. Свежий воздух. Солнца не было, правда. Но снег. Солстные деревья. Красота. Красота. Чтобы поменьше бы людей, вообще было бы здорово. Да. Но выходной день, поэтому очень много людей. А так очень хорошо. Ну что ж, вот так вот завершилась наша сегодняшняя поездка. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И я хочу спросить у вас, какое место, какую природную достопримечательность вы можете посоветовать мне к посещению в Ленинградской области. Жду ваших комментариев. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok